5 октября 1925 года в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов под названием «В наше время». Правда, Хемингуэй до этого уже публиковался. В 1923 году американский журнал «Поэтри» напечал шесть его стихотворений, а другой журнал «Little Review» опубликовал несколько прозаических миниатюр. Но первой самостоятельной отдельной книгой писателя стал сборник «В наше время». В этот день, в 1962 году, в Великобритании вышел первый сингл «Битлз Лав Меду». Это одна из первых песен коллектива. Сочинил композицию Пол Маккартни в возрасте 16 лет, когда прогуливал занятия в школе. Позже Джон Леннон добавил к композиции восемь тактов в середине с другой гармонией. Сразу после премьерного выхода сингл «Лав Меду» занял 17-ю строчку в чарте страны. В Америке песня вышла спустя два года и прочно обосновалась в лидерах музыкальных чартов. 5 октября 1943 года родилась потрясающая Инна Чурикова. Редкого дара актриса, говорил о ней Марк Захаров. Режиссеры вообще любили снимать эту удивительную артистку за ее талант. Хотя в начале творческого пути зрители часто критиковали Чурикову за внешность. Но невероятное обаяние и искренние трогательные эмоции, которые она умела передавать, сделали ее крайне популярной и востребованной. В ее актерской судьбе много действительно высоких работ. Картины «Начало», «Стрепуха», «Военнополевой роман», «Лебро Адама». Интересно, что роль Марфуши в сказке «Морозко» Инна Чурикова исполнила еще студенткой театрального училища. Однажды на съемках реквизиторы вместо яблок насыпали в корзину репчатый лук. Но деваться было некуда, и Чурикова с хрустом грызла горький лук и делала вид, что ей очень вкусно. А о том, что произошло в этот день на Южном Урале, расскажет сотрудник исторического музея. 5 октября 1773 года – это дата открытия Троицкой мужской гимназии. В те времена, в XIX веке, среднее образование получали двумя способами технического образования. Можно было получить в реальных училищах, и классическое гимназическое образование получали в гимназиях. Кроме того, гимназии подразделялись на мужские и женские. Троицкая мужская гимназия стала одной из самых первых на Южном Урале и эталонной гимназией в плане образования. Долгое время гимназией руководил известный историк Тихомиров. Кроме того, гимназия дала огромное количество известных выпускников. Здание Троицкой гимназии существует и по сей день. Там сейчас все еще занимаются образовательной деятельностью, на ее месте находится колледж.